Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. 30 августа у нас на календаре. И мы начинаем собирать, как всегда, первый у нас это реформ. Он уже набрал достаточное количество сахара и большая конкуренция между нами и осами. Поэтому пора бы его срезать. Ратенька о сорте. Всегда мы его собираем раньше всех. Вот конец августа, в прошлом году только была задержка, начало сентября, наверное, мы собирали. В хороших условиях дает достаточно крупные грозди. В принципе, грамм до 200 даже может быть. В этом году, конечно, ну вот это еще ничего, а так гроздочки поскромнее. Виной тому весенние заморозки сильно тут его повредило. Но, тем не менее, какой-то урожай есть. Да, есть вот такие гроздочки. Но есть, в общем-то, и вот такие. Ну, есть такие поскромнее. Ну, видите, вот только я сняла мешочки, и тут же накидываются осы. В этом сезоне, конечно, они летуют. Может быть, у реформы незначительный треск. Ну, в общем-то, вот одна ягодка треснутая. Вот в этой грозде одна ягодка треснутая. Как правило, мы успеваем его снимать до массовых дождей. Поэтому особых проблем с ним не возникает. Ну, есть этот треск, есть что хотеть. Ягода нежная, шкурка тоненькая. Поэтому, да, такие издержки. Вкус сладкий, с таким грушевым привкусом, как дюшес. В виноделии мы его пускали уже и на шампанское по классическому методу, и сухое вино сделано по красному способу. В сухом вине он очень похож на шампанское. В игристом, ну, по классическому тоже приятно очень получается. Получается вкус, но в этом году, наверное, пойдет на сухое. Немножко мы его передержали. На шампанское хорошо, когда у него сахара где-то 18. Ну, чтобы была кислота. Здесь уже как бы немножко он перевесел эти кондиции. Зато должно получиться классное сухое вино. Вкусное, приятное. Тоже вот с этим дюшесным ароматом. А со временем, с выдержкой, максимум, по-моему, 3 года мы его выдерживали. И вот с выдержкой он дает такие цветочные ноты, тоже очень приятные. Особо ничем не болеет. Плодоносит, кстати, на всем. На волчковых побегах плодоносит. Ну, и шикарно зреет лоза. И, конечно, вот самый-самый большой плюс – это очень ранние сроки созревания. В любой год, даже самый худший, мы всегда получаем ягоды в нужной нам кондиции. При этом интересно, что в школке опыление гораздо лучше и грузии оказались гораздо крупнее. Вот вставляю маленький кусочек видео, чтобы вы посмотрели, как реформ проявил себя в школке. Ну, как видите, просто разное время цветения. Да, разные условия. И вот как может получиться. Ведь мы понимаем, что все это побеги, взятые с одного куста. Вот такой у нас уровень сахара. 21 брикс. Но это солнечная сторона. На теневой. Вот, убрала рефрактометр. Вот на теневой мы находимся. Здесь ягода желтая, но не такая ярко-желтая. Как на солнечной. Здесь может быть чуть-чуть меньше. Но вот то, что солнечная сторона, 21, для игристого уже многовато. То есть, в таком случае лучше делать именно сухое такое плотное вино. Ну, посмотрим. Посмотрим общие параметры в сусле. Конечно, для игристого идеально его было бы снять чуть раньше. Так получилось. Вообще, реформа – это наш любимый сорт. Три куста у нас сидит на участке. И работаем мы с ним уже достаточно много лет. И, в общем-то, с него мы и открываем сезон ненаделия 2023 года. На этом я с вами и прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!